Ой, вы знаете, болтать о фаворитах это, наверное, мое любимое занятие, потому что заведомо я рассказываю о тех вещах, которые мне нравятся, и это достаточно приятно в плане съемки видео, но сегодняшние фавориты будут абсолютно особенными, в самом конце видео вы поймете о чем я говорю, а начать я хочу с привычной для нас темы, а именно декоративной косметики. Что касается новых продуктов, которые вот в последнее время прям очень часто использую, это два продукта для бровей, сегодня брови оформлены именно этими продуктами, и все время я вот за последнее время их использую, первое это карандаш для бровей от Colourpop, и конкретно это оттенок у меня, который называется Dope Taupe, я уже показывала их в пустых баночках, и раньше показывала такой же карандаш, только в другом цвете, Blondie, который называется. Blondie, вот как мне кажется, не очень удачный оттенок, потому что он светлый, но в то же время он не холодный, а такой вот немножко тепленький, поэтому как-то не очень гармонично выглядел у меня в бровях, вот этот же мне очень нравится, хоть он и называется Taupe, да, то есть такой он должен быть серо-коричневый, но на самом деле это оттенок коричневого однозначно, он тоже тепловатый, но с тем цветом волос, который у меня сейчас, он в принципе очень даже хорошо гармоничен. Это очень тоненький карандаш по типу Anastasia Beverly Hills, очень-очень такой вот детальный тоненький карандаш, и с другой стороны здесь щеточка для прочесывания тоже есть. Мне очень нравится, как за 5 долларов, так и вообще просто отличный карандаш, поэтому я его вполне могу рекомендовать. Помимо этого, еще я использую вот такой вот гель для бровей, это гель от Гош, называется он Brow Sculpting Fiber Gel. Тут уже немножко стерлось у меня название. Оттенок у меня на MAC, он тонирующий слегка, то есть сильный какой-то оттенок он не даст бровям. Что касается ворса, да, который как бы он должен добавлять бровям и делать их гуще, вот этого момента я не заметила. Хотя вот если посмотреть на аппликатор, здесь видно вот эти ворсинки, но то ли их просто не видно у меня в бровях, то ли они как-то не очень хорошо переносятся, но суть не в этом. Мне этот гель для бровей в первую очередь понравился как моделирующий, потому что он настолько круто выстраивает брови в любом направлении, в котором хочется. То есть я могу брови зачесать вот наверх, и у меня получатся очень такие пушистые брови. Я могу их зачесать в бок, и они получатся более такими как сглаженными, и при этом они очень круто держатся на протяжении дня. Поэтому будете в магазине, посмотрите на этот гель, мне он очень понравился, я постоянно им пользуюсь. Дальше тоже в последнее время очень часто я пользуюсь вот этой помадой. Это помада от NYX, линейка Butter Lipstick, то есть масляная помада. И конкретно вот этот оттенок называется, это третий оттенок Snow Cap. Для меня это на данный момент, наверное, один из самых удачных нюдов, потому что он такой вот светло-розовый, но при этом очень гармонично выглядит у меня на губах. Обожаю ее, очень приятно ощущается на губах, вот именно такой вот масляной. Она абсолютно нестойкая, и она немножко такая вот как полупрозрачная, то есть цвет не ложится прям супер-плотно. Но в то же время это очень красиво выглядит на губах, и учитывая ее цену, мне кажется, это просто супер. Сейчас на данный момент у меня две самые любимые нюдовые помады, одна от Rimmel, она более персиковая, и вторая вот это от NYX, вот обожаю их просто. А вот этих маленьких штучках я уже сделала отдельное видео, это кремовые тени от Absolute New York. Обожаю их, просто в последнее время постоянно ими пользуюсь, это для меня это вот такой вот быстрый макияж, то есть в основном, конечно, я пользуюсь вот этим вот таким розовато-бежеватым оттенком, он называется Champagne. И для меня это вообще элементарный макияж, то есть быстро что-то в складку накидать, какой-то цвет вот такой вот не сильно яркий, и потом слегка пройтись по веку вот этими кремовыми тенями. Очень стойко, очень красиво, сияющий такой вот цвет, освежающий, ну просто я от них в диком восторге. Я их сравнивала с тинтами от Armani, и если вы это видео не видели, обязательно его посмотрите, я вам на него оставлю ссылку. И помимо всего прочего, они еще и 2 доллара 50 центов стоят, поэтому просто грех не закупиться такими тенями. Я думаю, я, кстати, продолжу свою коллекцию, вот я купила только 2 оттенка, но я 100% пополню свою коллекцию, куплю еще какие-то оттенки. Так, остались у меня 3 последних продукта, их можно, наверное, в одну какую-то такую категорию поместить. Это скорее, наверное, уже ближе к уходу за телом. И все это, что я вам буду показывать, от марки UTERA или UTERA Native. Короче говоря, эту марку можно найти у нас в Еве, ну и в целом по Украине в Еве эта марка представлена. У них вышла целая линейка под названием SPA, и мне из этой линейки я много чего попробовала, но понравилось конкретно 3 продукта, которые действительно очень классные. Первый продукт, который мне очень понравился, это солевой пенный скраб для тела. Он здесь идет как антицеллюлитный, но что касается его антицеллюлитных свойств, то здесь я не могу не подтвердить, не опровернуть их, потому что я скорее не наблюдала за этим эффектом. Мне просто этот скраб очень понравился, как вот обычный базовый скраб для тела. У него очень приятный запах, он вот такой вот ярко-лимонного цвета, и у него консистенция такая, как очень-очень мягкого пластилина, немножко такая, как жвачная консистенция, очень приятная, приятно им пользоваться. И он не такой вот, знаете, скраб, который вот поцарапает вас, да именно царапин, да, он нежный, достаточно нежный скраб, но в то же время со своей работой справляется. Поэтому если где-то в Еве увидите его, то я бы вам рекомендовала его взять. И также из этой же SPA линейки у меня 2 масла для тела. Оба этих масла очень классные, они оба увлажняющие, оба в принципе выглядят очень похожим образом, то есть такая вот густая консистенция у них. И для всего тела отлично подходит, быстро впитывается. Единственное отличие у них это запах, в первую очередь, конечно, и ощущение на коже. Здесь у меня вот это вот я вам показываю, это с маслом какао и миндальным маслом. И запах у него более цветочный, более такой вот какой-то насыщенный, цветочный, приятный аромат. И ощущения на коже достаточно обычные, то есть такое впечатление, что просто вот как бы увлажняющее масло на тело наносите. Вот это же, мне кажется, немножко более интересное. Это с маслом авокадо и экстрактом мяты. Именно из-за того, что здесь есть вот этот экстракт мяты, когда наносишь это масло, ты ощущаешь такой вот небольшой холодок по всему телу. Очень приятная штука, особенно вот сейчас уже начинается более жаркая погода. И после такого вот душа, как бы более такого парного, вот такой вот прохлаждающий эффект, очень приятен для кожи. И запах у него вот такой вот именно больше эвкалиптовый, наверное, я бы сказала. Очень приятное масло. В зависимости от того, что вы просто предпочитаете, вам понравится либо одно, либо другое. Я в зависимости от настроения пользуюсь либо тем, либо другим. И действительно оно хорошо увлажняет, потому что у меня в гостях даже мама, когда была, она им пользовалась и говорила, что очень нравится. А у нее сильно сухая кожа, поэтому для тех, у кого сухая кожа, я тоже могу это рекомендовать. Ну что ж, с косметикой мы с вами разобрались. Теперь мне хочется перейти к более рандомным фаворитам. Вернее, он у меня всего один был. И он занял, наверное, главное место за последний месяц в моей жизни. Это действительно мой огромный фаворит. Я уже в прошлом видео о фаворитах рассказывала, что мне понравилось рисовать. Я вам там показывала свой первый рисунок и рассказала вам там, что мне хочется попробовать масляную живопись. И я на тот момент уже масло там купила, какие-то кисточки купила, холст купила. Ну, короче говоря, мне оставалось только вот сесть и начать писать картину. Я вообще, как я уже говорила, не имею никакого ни образования, ни каких-то особых технических навыков. Первую картину я села, я вообще не знала, что я буду делать, но я что-то начала делать. И на данный момент у меня, я уже могу похвастаться вам четырьмя своими работами. Каждые выходные я просто жду выходные для того, чтобы посвятить время живописи. Мне очень понравилось, я уже даже бьюти-видео перестала смотреть. Я на ютюбе смотрю только видео художников. В основном увлеклась видео Игоря Сахарова. Потрясающий он просто человек и художник. Вот он именно в моем представлении вот такой настоящий художник. И он классно очень объясняет. У него какая-то особая манера подачи того, как он объясняет и как вот он корректирует те или иные моменты. Ну, если вы его смотрели, вы знаете, о чем я говорю. Но помимо этого и других художников смотрю. Так вот, хочу вам сегодня показать все свои четыре работы. Если вы за мной следите в Инстаграме или в других социальных сетях, то вы уже, наверное, их видели. Но если нет, то покажу вам, в общем-то, вживую, скажем так. Поэтому не судите меня строго. Это самые-самые-самые мои первые, в общем-то, работы. Когда я только взяла первый холст руки, я знала, что первый, кого я хочу написать, это моя собака Сэмик. И я выбрала фотографию, но я все-таки от этой фотографии немножко отошла. Сделала его немножко по-своему. И вот сейчас, когда я смотрю на эту работу, я понимаю, что я, наверное, слишком мало тоже краски использовала. То есть совсем не знала еще, что я делаю. И постепенно, вот когда начала подсыхать эта работа, холст начал съедать немножко краску. Плюс начал выветриваться разбавитель. Ну и, соответственно, как бы работа выглядит уже немножко по-другому. Но мне очень нравится эта картина. Вот моя первая картина мне нравится больше всего из всех, которые я написала. Потом на следующую неделю я решила сделать подарок для своей мамы. И решила написать ее кролика. У нее домашнее животное кролик. И кролик, конечно, у меня получился намного более мультяшным. С ним мне справиться было намного сложнее. Не знаю почему. Сэмми как-то, возможно, я его просто лучше знаю. И мне как-то было проще уловить вот какие-то моменты в нем, да, в его внешнем виде. Поэтому мне немножко было проще его написать. Зайку мне было сложнее написать. Она у меня получилась более мультяшная, более такая вот какая-то игрушечная, как будто. Но в то же время маме моей понравилось. А это была, наверное, главная задача здесь. Что же касается третьей моей картины, то когда я садилась ее писать, я не знала, чего я точно хочу. Мне хотелось просто потренироваться мастихином. И мне хотелось потренироваться вот такой вот мазочной укладкой в стиле Ван Гога. Ну, понятное дело, до Ван Гога я даже не пытаюсь себя сравнивать с Ван Гогом. Но у него вот стиль письма именно вот такой вот мазочный. И мне хотелось просто потренироваться. В итоге у меня получилась третья моя картина с белым медведем, и я как бы навязала ей там особый смысл, потому что фон у меня сделан был полностью мастихином, и это в моем понимании, в моем представлении, это как небо, галактика, какие-то звезды, и медведь там не просто так, и я его специально не ставила на что-то, то есть он вот как в воздухе, потому что он в моем понимании олицетворяет большую медведицу, я ей конечно тут очень глобальный смысл навязала, но тем не менее, то есть большая медведица, которая как бы представляется на картине силуэтом обычного белого медведя, и от этого медведя идут уже какие-то другие звезды. Эта картина кстати набрала вообще рекордное количество лайков в инстаграме, у меня по-моему ни на одной фотографии столько лайков нет, мне эта картина наверное из всех моих работ нравится меньше всего, потому что она для меня все-таки была более такой тренировочная, да, именно отрабатывала я на ней какие-то техники, но людям понравилось в общем-то, и я думаю я ее подарю своему крестнику, потому что она опять-таки получилась очень такой мультяшной, очень такой вот няшный какой-то, вот этот мишка такой вот прям мимими получился, и в общем-то да, ну и четвертая картина, я решила взяться за портрет, вернее это получится скорее наверное полупортрет, ну потому что там только пол лица изображено на этой картине, и эта картина единственная из четырех не авторская, то есть это, как это называется, свободная копия, да, свободная копия, когда ты не полностью мазок в мазок повторяешь за кем-то, и делаешь как бы репродукцию, а это как бы свободная копия, то есть ты делаешь то же самое, но немножко по-своему. Оригинальную работу написала художница Линдсей Рэпп, ее работа мне очень понравилась, она вот действительно такая вот современная, креативная, очень классная, и мне доставило огромное удовольствие писать эту картину, мне кажется она получилась очень достойна у меня, она тоже пойдет на подарок. Сейчас вот опять приближаются выходные, и я точно знаю, что я также буду проводить их за живописью, и в общем-то если вы художник, да, если вы вот разбираетесь в этом всем, буду очень признательна, если дадите какие-то советы, может быть на что-то стоит обратить внимание, в общем-то да, вот так вот потихоньку из визажиста превращаясь в художника, ну это конечно все шутки, потому что этот момент мне хочется оставить в плане хобби, там где я не буду как-то круто в этом разбираться, просто буду творить что-то для души, как говорят. Что ж, на этом видео я буду заканчивать, очень надеюсь, что оно вам понравилось, обязательно поставьте мне палец вверх, прокомментируйте мои работы, только пожалуйста не обижайте их, потому что, ну как бы, да, не обижайте их, вот. И обязательно подписывайтесь тоже на мой канал, если вы до сих пор не подписаны, подписывайтесь тоже на мои соцсети, если вам интересно следить за моими достижениями, а на этом я буду с вами прощаться, и мы увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!